Девочки, только что включила И сразу и выключила Поставила тесто Сюда, мысочку На этот На кастрюлю сбоку Суд же млеет Оно как упало Так я бегом давай выключила Думаю, сейчас включите телефон И оно как грохот, и вы попугаетесь Я сама не люблю, когда шум Девочки, привет, дорогие мальчики тоже Постоянно что-то девочки Девочки, мне кажется, я иногда забываю За мальчика Мальчишки, вам особый привет И еще крепче, чем Девчатам Вы у нас Вас мало у нас Нас-то больше, и вы Хорошие все И девчата тоже хорошие Девочки, хлебчик Уже Осадила Было Не знаю, может тут Буханок пять получится Я шучу, девочки Ой, руки надо маслом Оно не прилипает Но все равно Гляньте, как противно, да? Все, девочки Оно нормальное Не прилипает Но руки надо Намочить Я же специальные не убирала Масло Так, одинаковое будет Чтоб одинаковые Хоть буханки Получились О, вот так будет нормально Сейчас девочки Две влеплю А они как соединятся Можем их чем-то Перегородить А я перегорожу Сейчас чем-то Что-то придумаю Перегородку между ними Поставлю Какую-нибудь железную Найду Я смотрю Чтоб не сплелись Вместе Да? Тесто то, что надо Я его уже Поднялось Аж до крышки Я его Бах Вот так Ну и все Сейчас уже можно печь Духовку я включила Ох, девочки Сейчас хорошо Выкатаю Что вы задумались? Овчарки мои Скажи Они так на меня смотрят Муши Муши как у спаниэли Поопускали И смотрят все время Так на меня Думают Сколько она настолько Как она настолько Не оскорбляет? И орлы И овчарки И чук И гек И что только нету Да? Что-то маленькие Буханочки Девочки А это побольше будет А ну так Перемешать надо будет Чтоб одинаковые были Не подходит Это сюда Вот это будет нормально Сейчас заново Переколошмачу Мыска Ничего и не прилипает Тесто То, что надо делать Все на глаз Вы же сами видите Все при вас делаю Редко, когда что-то Получится плохо То, что-то я так умешу И эта маленькая Сейчас станет Тихо Ну, а теперь Это будет большая Тесто Игрушка Это мало хлеба Оля хочет домой Взять Тайвовки надо И тут надо скушать Что еще один замес поставить Девочки Теперь хлеба пеку Хлеба налево Хлеба направо Ну, я думаю Не соединятся Да, девочки Вот туда тяну А ну Ну, все, девочки Две буханочки Ну, девочки Наверное, я сейчас еще Заколочу Что это Тем более Хайпа наедаются Да, хлеба Такого вкусного Сейчас еще Пока это будет запекаться Это подойдет уже Что тут его колотить Господи Тем более Все есть Ладно Чего-то не было Так все есть Девочки Все Переключила Даже на 180 градусов Все, девчата Беру пакет Второй муки И за калашмачу Ну, что тебе две буханки Оля хочет домой Взять и вулк А что им тут покушать Вот такие, девочки Лепить так лепить уже Извините за жопу По-другому Я не могу достать никуда Так, все, девочки Тем более Все есть Водички только теплые Нет, наверное Да, остыла Она не остыла Ее тут вообще нету Пустой чайник О! Они вот маленькие Буханочки Сейчас пока это Это, а это За секунду Сейчас будет уже Все, девочки На очищенной водичке Кухня тепленькая Тесто сейчас подойдет За одну секунду А где дрожжи? А вот они Дрожжи мои Все, девочки Еще один замес А то так Вчера по кусочку Взяли домой Все, все таки Вот, узнаете Все Еще один О, это муки Надо, девочки Десять мешков О, глупила Не ту конфорку А мы с Сашунечкой Муки Привезем Выключила Он кипит Все равно Это, девочки Сахар куски Немножко Сольки Так же само Как и сахарку Чтоб вода не перелилась Пармалек Все, девочки Я иду Сразу масло Сейчас открою Горелку Можно убавить Водуховка Включена Да? Якусь Ну скажи Что то Как две булочки Не, ну Уже подходит За секунду, девочки Дрожжи Еще можно Одну гранинку Чуть-чуть Открою Все, хватит Одна капля Так, долью Это маслечко Сейчас водичка Девочки Никогда не делала Ни на каких Сыворотках Или еще На чем-то Нет Только на воде Ну, надо попробовать Кстати Может, оно и ничего Все, хватит Может, оно и ничего Не знаю Маслечко А тут, девочки Будут на одну Буханочку Такую Да, такую же Самую, как и это Я рыжу по тесту Ну, может, чуть-чуть Больше Дик Я тебя внимательно слушаю Ой, девочки Девочки Мои родные Девочки, как Слышите Никогда не ела Хлеб с печи Мне кажется Такой вкусный Вот эти Особенно здоровые Буханки Помните Вот у фильмов Есть Вот знахари Фильм Как Прямо к себе Вот так притуляют Хлебыну И ножом Аж Еле рука До конца хлеба Достает Режут В этом, скажите В Тихом Доне Да Ой Мне кажется Такие хлеба были Ой Вкуснятина А вот Девочки Одного не поймут Помните Тихий дон Зачем они Кушать Тут хлеб Тут хлеб Печеный А чего А чего Вот это Именно Вот это Надо было Черпать Это молоко С лыски Это же не каша Никакая Молоко Злычика Девочки Подходит Страшно Я же вижу Отсюда Он только Поставила Но я сделала Девочки Как она Там Мы просто вот так можем разговаривать с ударением с таким. Это не обозначает, что мы там ругаемся или унижаем друг друга. Когда мы ругаемся, я в жизни никогда вам это не сниму. Я не хочу позора. Ни со своей стороны. Поверьте. У меня такого нет. Так что, ну надо, девочки. А то я с Олей смеялась. Возьми гугл, открой и посмотри за слонов. Да я все прекрасно знаю. Я знаю даже сколько слон бежит километров в час. Особенно фильм детства. Слоны мои друзья. Можно было его забыть? Надо, кстати, посмотреть. Дик, я тебя внимательно слушаю. Вот я сейчас орала, Дик. Ты пришел на защиту, да? О, и второй из-под стола вылез. Чудик. Так что, девочки. Вы же знаете. Чужой человек, когда он ходил у меня в подъезде, он убивался. Одно время были. Муж и жена. А живут две сестры на одной площадке. На третьем этаже у меня. И по молодости там вот этой одной из сестер, да и тут по мозгам дрались тоже. И там, и там. И прибегала. Одна из сестер. Все время, чтобы я пошла на помощь. Ну и что, я ходила, себе нервы трепала там. Обзывала. Эти ходили со мной, не здоровались мужья, а потом их не. А они жили, как и жили. И живут до сих пор все. Молодость прошла, а так там. По молодости табуретки кидали друг на друга. А я бегала, заступалась. Ну и что дальше? За волю тоже бегала, заступалась, когда Васька ее бил. У меня живет месяцами. Все. На развод все. Пришла по бой. Я говорю, идем Мечников по бою снимать. Его посадят. Ты хоть спокойно поживешь. Сходила. Да я сама. Сходила. Поехала назад. Я звоню на работу. Это когда она в ресторане работала. Я говорю, ну что ты? Где ты? Жду ее. Дети у меня. Да я поехала. Все равно домой ехать надо. Я говорю, да ты что? У меня инсульт скоро будет. А они мирятся потом. Так что, девочки, никогда ни за кого переживайте за себя. Мы тут разберемся. Я же говорю. Никогда никто нашу сторону не примет, кто умешивается. Примут своих родных. Вы это сами прекрасно знаете. Так что, никогда не пишите, что я там в Вове так, в Вове варенье и того и сего. А с Олей как разговаривает? Как, девочки? Ой. Мы с ней так разговариваем всегда. Какие-то ударения делаем. Но это же мы не ругаемся. У нас говор такой. Чуть-чуть, чтобы не прилипало. Вы мойте хлеб кушать? Подрываются девочки. Ой, мои вы родные. Я только что, знаете, девочки, хожу вот это вот, ту помыла там что-то. И хожу мимо них. Тесто пошло, бахнуло, чтобы оно уже село. Поставила, села. Я поставила на кастрюлю. Только поставила. То, что включаю телефон, оно как шарахнет. Хорошо, что оно не выпало хоть. Смыски, блядь. Короче, а эти сидят головами вот так. Я прохожу. Я говорю, боже, я даже не представляю. Где вы были раньше? Вы у меня уже полтора года. Дикусика смотрит. А тот кость все грызет. Вы у меня уже полтора года. Я им говорю, а они вот так на меня, такими глазами. Я говорю, я до сих пор не могу поверить, что вы у меня есть. Где же вы были? Как я могла жить без вас? Дикусичка. Ну вот как я могла жить без тебя? Только что их так обнимало подошли. Прижимают. Этот лапки дают. Я его за две лапки взяла. Этот увидел, с косточкой бежит. Не знает, что с ней делать. Чем и выходить будем, он же с косточкой должен выйти. Так я их тут так зажимала только что. Какие мои лапочки. Да? Мало есть, навыкинь ту косточку. Все, девочки, еще одна буханочка будет. Такая же самая. А там, девочки, махины уже целые. Дяди Степы вам повылазили. Я туда отношу. Сейчас крышкой накрою, руки сполосну. Ну вот, как раз это будет нормально. Они по буханке себе домой возьмут. А эту начнем кушать. Что останется, хоть забирают. Ты понял? Мне не надо. И мне вот такая жопа не надо. Это я ем. Мне надо, девочки, торты печь. Пирожки, особенно эти, сладкие, я тогда это не ем. И с картошкой не ем. Один могу скушать. Но с капустой больше, с мясом. Значит, что? Пирожки с картошкой надо делать. И с любыми сладостями, с морогом, с вареньем. Это я не буду кушать. А с мяском, да. Так, все, девочки. Все помыла. У меня тут все чисто. Нету нигде ничего, никакой посуды мыть никому. Ой, девочки, какие буханочки красивые. Ой, какие, девочки, они не соединились. Нет. Две круглые буханочки. Одна побольше, одна поменьше. Так. Меньше у меня картошечку поставить. У меня картошечка еще не стоит. Поставлю, хоть сварится. Фух. И все. И все хорошо. А посуда, все, девочки. Надо будет купить. Хороший анти. Анти вот это, чиститель хороший. Для кастрюль, девочки, хоть и моется оно все. Но все равно надо иногда делать генеральные уборки кастрюлям. Как бы не чистили, когда моем, да, снаружи все. Все равно надо где ручки прошуровать, где под крышками прошуровать. Мы это все прекрасно знаем. Но для этого надо, чтобы не сходить с ума, не обрывать ни руки, не переводить посуду. Разными там этими. Побрызгал. И все. И то, что надо. Постоял, осмыл. Вот я куплю, я вам покажу, что покупать. Все равно всем надо это, девочки. Не надо ля-ля. Правильно там женщины писали, порядок у всех. И все чистое, так то ничего не делает. Просто оно стоит себе. И то протирать надо. Вон я комнатой, домом не пользуюсь. Только коридорчиком, как входить. И то, гляньте, какое кругом пылюка и все. Надо все убирать. Гляньте, нож проскочил. Картошку. Теперь не вытащу. Так же самое и все, девочки. На все когда-то надо делать генеральную уборку. Так, все, девчатки. Сейчас сразу посолю. И хай пипыть. Вот крышечку от соли надо помыть. Что нет, да. Что говорит, девчатки. Дай бог только здоровья. А девочки, а сколько таких женщин он есть, которые бляха-муха ели, чтобы кушать себе, скандюбарить, с постели сползают. Вот. Мы сами знаем, что полно таких девчаток. Даже у меня тут есть такие женщины. Господи, здоровья вам. Бабушка Артема. Привет, дорогая. Здоровья вам, миленькая. Ну и вообще, сколько вот. Он у меня в доме в моем, в среднем подъезде, где Нина живет, соседка, вот я что с собакой. И тоже тетя Нина. Вот. Ну, то их тетя Нина уже, наверное, 90, если не за 90. Может, даже года 92 уже. Уже девочки лет 20 с дома не выходят. Смотрите, какая жетуха. Ну, садится, ее садят. Сын занял сиделку круглосуточную. Ну, не знаю, одна она. Надо у Нины спросить. Нина знает все. Или же меняются. Ну, мне кажется, там одна какая-то женщина с проживанием. Ну, тоже, девочки, прикиньте, 24 часа в сутки. Ну, таких людей, которые живут 24 часа в сутки, надо на руках из-за Ивана носить. И ни на шо не смотреть. Никакие замечания не делают. Малейшее замечание, человек может уйти и уже не найдешь такую вторую. У меня даже Надю, что у Самвела живет, да, с мамой. Я даже, даже, даже вот это то, что она одинокая, девочки. А попробуй, у кого дети, даже взрослые дети. Внуки. Ты все равно им нужен. Это туда идут, на такие вот круглосуточные, на вот эти. Это идут люди одинокие, у которых не было ни детей никогда. А родичам кому они надо на сто лет? Они закрывают свои квартиры и вот живут с этими людьми, которые нанимают. Эту копейку собирают. Это непонятно для чего. А здоровье уходит. И главное, время твое уходит. Ты же не можешь бросить. Ты сидишь там за деньги. Если ты своего родного человека можешь закрыть, да, и тебе никто ничего не скажет, что ты закрыл и ушел. А тут ты должен сидеть 24 часа в сутки. Прикиньте это. Ну дай бог. Я ухаживала за женщиной. Но я приходила в 6 вечера и до 12 была там. Я вам рассказывала все. Это очень тяжело. Так я домой еле... Ну, слава богу, он меня отвозил домой. Ну, так что тут проехать было? Три трамвайные остановки. Он приезжал, меня домой отвозил на машине с Ильей. Я вот так ложилась спать, потому что я с работы приходила. Отубираю домяры сумасшедшие и квартиры повылизываю. Прибежала домой с кульками. Что-то бегом. Там до трех, до двух я освобождалась. До шести дома покушать приготовлю. И газанула на работу, на следующую. Тоже искуплялась и кушать готовила. И что я только там не делала. И консервацию у меня потом просили делать. И варенье. В ведро вишень, косточку колупала, сидела. И аджики. Вот тоже я там чуть глаза у меня не лопнули. Забыла и почухала глаз. Что потом не знали, как меня отмывать водой. Там у меня страшное что было. Я думала, я слепну. Перцем. Вот так руки в перце. А я что-то забыла. Как всегда. Вот знаете, как мы, когда глаз зачешется, как мы любим почухать его. Как в том ушах, ножами и ножницами. Так вот это и... Я знаю, какой это адский труд. Ночью и не отдохнешь от переутомления. Потому что ты строишь планы. Планы, что тебе надо... Утром встаешь, глаза открыл, еще не встал. Лежишь. Думаешь, какое сегодня число. В какую сторону тебя бежать? Города в конец. В какой конец города тебе сегодня бежать? По какому адресу ты сегодня должен прибыть? Хоть бы не прийти к тому, кому не сегодня. Да, девочки. Пять-шесть квартир было у меня. Каждый день разные. Я думаю, а куда мне сегодня? На Минина? Или на Минина 11? Ленки я сегодня или Каньки кивлю. Минина 3. А, туда. А, завтра куда? А, на Калинову. А, завтра вторник. А, поняла. А завтра куда? А, на Шпиндяка. А, о-о-о. А, завтра куда? А, завтра? На остановку деит выйти. И потом чесать. А, завтра. А, завтра, фу, завтра. Фу, завтра я через дорогу у деда. Загнала девки себя. И Сашек работал. Что, я брошу работу? Вот Сашек начал рано работать. Потому что он видел, что уже мамка может крикнуть. Мамка же не бросила работу. Мамка же еще не вальтанутая. Да у меня я в декрет пошла. И все в декрет пошли. С Мишей. 79-й год. 80-й. Все в декрет пошли. Я посидела в декрете полгода. Думаю, что сидеть? Все сидят. Никто не собирается никуда на работу идти. Нормально, девочки? Я вам говорю, как есть. Подорвала кишки. Вот такая вот была. И пошла на работу. А Мишенька дома сам остался. Ну, с ними остался. С мамой, с батькой. Никто не работал. Батька там пойдет, на какие-то халтурки сходит и все. А я бегу. И в кассы взаимопомощи. Я же говорю, черные кассы, взаимопомощи. И что только и отпускные. И все на свете. И чтобы прокормиться девочки. Не одеться, а обуться. Прокормиться. Вот сидит орава целая. Не надо мне писать там вот это. О покойниках или ничего, или хорошо. Девочки. Всегда надо все говорить, как есть. При любых этих. А не быть каким-то двухличным. А ничего, а как ничего ты не вспомнишь. Это ж память. Так было, если бы не было, да. Агния Барто сидит, сочиняет. Закипела картошка. Вот чего я такая и по сегодняшний день. Вот смотрите, вот девчата, вот смотрите. Вот кто б смог быть таким вот, как я? Ну, может быть, есть, да, которые помогают. Тут писала мне женщина, что сама такая же сама. Люда, смотрю на тебя, как на саму себя. Так же сама живет. Да нахер кто надо кому? Никакие сестры-братья. Он по мамынам и по... Ну, по батьковой, да, они хоть общались. А папа с мамойной стороны, они никто не... Годами, девочки годами, десятилетиями не видели. Как у них душа не болела друг за другом, а? Да вот сейчас остались, а Вовка. Он рванул куда-то, не помню куда, в какую страну. У него уже за 80. А тут Коля, он на победе, Верочка. Этому 70, Верочке 72. Да они веками не видятся, девочки. Они могут... Я даже не знаю, че созваниваются. Может быть, раз в тысячу лет кто-то кому-то позвонит. Так можно жить, разве? Ну, я не знаю, я так не умею. Я так никогда не жила со своими родными. Да, мы бывали, не общались. С Волкой очень долго не общались, пока он женатый был, все. И то потом. Я первая. Что были обиды, что женился без нас. Да, были обиды эти. Что даже не знали мы. Побрезговал нами, что мы бедные. Фух. Девочка, я даже не хочу эту тему затрагивать. Вот, чтоб у него спросить, а почему ты так сделала? Потому что я знаю, мы можем порваться. Я боюсь. Я боюсь. Двою родная Элка была, тетя Катина. А меня родной не было. Ладно, Оля там на Победе была со своими налогами. Сергей в армии в это время был. На Байконуре аж черти где. Батька поехал, какой-то скот повез куда-то в Казахстан. Вот это. Сопровождали вагоны вот эти со скотом. Ну, тогда же при Союзе так было, работают эти. Поедет на заработки. А потом с какого-то вокзала телеграммы какие-то. И СОС давал. СОС, вышлите денег. Поехал на заработки, что на вокзалах ходил. Объедки собирал. Бо с голой жопой. Пробухают деньги со своими этими. Им же дадут командировочные какие-то. А они шо? Доезжали. Они шо соображали, что с этими командировочными надо еще домой вернуться назад. А тут получить потом остальные. Они в поездах там с этими скотом, с коровами, с быками, с этими там бурюкались. Будь здоров, пьяные все. А потом приедут туда. Сдали этих коров. Все. А назад своим ходом газуйте. Девочки, такая же туха была. Я сейчас как вспомню это. Эти заработки, батька, вы. Фу. Ай, блядь. И телеграммы дает. Не знаю, где он эти деньги на телеграммы брал. Находил, наверное, уже мелочь ходил какую-то, кто терял. Аня, вышли денег. Такой мой адрес где-то, он там на какую-то почту или куда. Потому что не зашла домой приехать. Я тут голодаю на вокзале, собираю объедки. Девочки. Папа поехал на заработки. Папа поехал на заработки. Дома дети ждут. Не дождутся. Как вот горобцы в гнездах клювают, без конца открытые, пока мама где-то червяк найдет. Полдня может его искать. Так вот это мы ждем. Телеграммы папы. Блядь. Ей не зашла нам пойти картошки купить, чтобы хоть супа какого-то постного сварить. А тут еще и телеграммы без конца шлют. Вышлите, я ж хочу домой приехать. Блядь. Зарабить чанин, девочки. Приезжают, девочки. Грязный весь. Я ж помню. Я ж была в нем уже. Это Оля и Волка тоже помнят. Грязный весь. Худющий. Вымученный. Заросший. Небрытый. Немытый. Песы висят. Подрастают. Они же возили их там по месяцу в Казахстан, девочки. Поездами со всеми остановками. Я не знаю, что это за балдеж был этот. Я помню вот это постоянно. Постоянно дядьком три раза туда ездил. Это Царство Небесное дядька Женька. Чуйко был у него на подстанции. Жил у нас на Гагарина. Он его все время туда агитировал. Петя, поехали. Хорошую шкопейку нам дадут. А девочки, они же, наверное, клевали еще на командировочные. Им же сразу на руки. И поехали. Чурчик-чурчик-чурчик-чурчик-чурчик-чурчик-чурчик-чурчик. А они смотрят на меня. Ну, малыш вообще с сигарой, так косточка, замер только. Рот на бок и смотрят. Думает, что-то новое словечко она произнесла. Что делать? Че собираемся, че что делать? А таз, а таз, девочки. Ну и мама пошла по соседям. Ой, Петя у нас с телеграммой ходит, всем тыкает под нос. Ой, Петю. Кто-то одолжит. Петя приедет, командировочные вторые получит. Пока домой их донесет, уже пшик. Уже заработки. Заработки улетели. Слава Богу, домой приехал. Смотрим всем на него, все жалеем его. А он нам рассказывает. Детки ж, ходил. Мама, а шо ж ты ел там? Детки, папа ходил там. Столики на вокзале. Кто что не доест, папа доедал. Нормально? Не то, что папа ехал, да, на крыльях любви к детям. Даже там что-то купить. Чего у нас нету, да? Как-то сэкономить эту копейку. Пробухивали, приезжали с голыми сраками туда. Их вываливали там на вокзале. И под жопу, наверное, давали. Сами коровы им, наверное, под жопу. Они их, наверное, там так замучивали. И потом стоят клипами, бульками, где они находятся. На дрезинах. Тепляйтесь на дрезины где-то. Угоняйте дрезины за поезда к речкам. Как вот ой, этот, невероятные приключения, когда он вот утекал ото льва. Вести в нею. И вперед на дрезине надо было. Это ж кушать ходил. Заглядывал. А я, девочки, не представляю его. Да? Тут супы не ест. Кричал криком. Чтоб супу вне было. Супец мне не надо, как он всегда говорил. Хлеба, чтоб мне от деда никто не приносил. То мне четвертушку с магазина. А тут ходил, я вообще не понимаю, как это он, как это он подходил. Я даже, а нам же жалко, мы ж плачем. Папа наш, вы что? Вот это ходил бедненький. А то, что мы бедненькие, голодные сидели, то... Так он там еще и сытенький был. На вокзале хорошо кормит. В буфетах. Я еще, наверное, чина реки собирал. А что, он курить бросил, приехал? Нет? Ну и то, а мама же бегает. По два, по три дня никто не одалживает деньги. Знают маме, одолжи, это все. Слово одолжи, это значит, даже... Легче, наверное, было сказать, подари, и люди быстрее давали, чем слово от мамы одолжи. Никто никогда ничего не отдавал. Никакие долги никому. Но то никто и не одалживал. Да? Она в моей куме даже, Ленка, говорила. Сколько, говорит. Ой, Люська, говорит. Когда мама уже умерла, говорит. Люська, не хотела тебя расстраивать? Твоя мама, сколько мне денег должна? Я говорю, а что ты одалжила? Ну, а как она? Встретимся. Леночка, денежки твои, как в банке. Всегда в надежном месте. Я тебе их отдам. Ну, такое, по мелочи, знаете, там уже пятерку, десятку. Лена, да? Она говорит, Люська, не хотела тебя расстраивать? Ну, говорит, твоя мама очень мне нравилась. Она говорит, как Фаина Раневская. И поговорит, и похоже на нее было. Я говорю, ну, раз вы дружили, значит, дружба... Дружба такая и есть. Девочки, хлебушек тут. Мармеладик. Ну, что вы поподскакивали? Я встала, хлеб гляну. Вот так, девочки. Люди идут на заработки, детям, внукам привозят подарки. Их так не так подарки, как что-то вкусного. Дети шо всегда выглядывают. Особенно, когда жрать хочется, да? Покушать что-нибудь. А тут лела еще детская душа, что папа просится домой, чтобы вызвали ли его с заработком, выслали денег на билет, на какой-то сраный, хоть в общий вагон вместе, назад со свиньями хотя бы ехать. А у мамы нету денег, никто не дает. Баба вообще не давала. Баба то покушать давала, бабушка. А денег нет. Она мне на свадьбу одолжила, маме. Только чтоб дед не знал, она сказала. У нее там свои были отложения. 200 рублей. Рублиши тогда были в 78-й год в Белоруссию, когда ехали. Вот 200 рублей. Это же бешеные деньги были. Мы тут скупились, я хорошо ей колбасы, балабасы. Фату, платье мне все дала моя соседка. А только туфли я себе купила белые. Ну, поехали. А потом я бабе отдавала эти деньги, девочке, эти 200 рублей. Как получка, с получки с аванса по десятке я отдавала. Она даже их не подарила, как старшей внучке первой, что замуж вышла. Ну, так, девочке. Она не сказала, Люда, дед про эти деньги не знает. Могла бы даже сказать мне, и маме даже не говори. Я тебе эти деньги, как ты моя первая старшая внучка, отдаю. Я отдала девочке. Мы с ней договорились. Она мне сказала, как деньги будешь отдавать. Я говорю, ну как, давай как-то поговорим за эти деньги. А шо, что девочки, аванса тридцатка была. Если усиленный аванс. Пятьдесят нам никогда не выписывали. Сорок могли выписывать. А так тридцать, двадцать пять аванс. Сто двадцать не было. Двадцать пять, тридцать. Ну, вы все помните эти. Семьдесят восьмые, семьдесят девятые года. Восьмидесятые начало. И получка. Тоже гривен шестьдесят, семьдесят. Сколько у нас маленькие зарплаты были? Это потом уже? В конце девяностых, в конце двухтысячных, нет, в конце девяностых, двухтысячных, да, хорошие зарплаты были. Когда уже все закрывали. Давали людям заработать. Когда закрывали все заводы, фабрики. Как раз пошла хорошая зарплата. А потом бабах и все. И на работу уже никто никого не пускал. Чешите кто куда. И это весь союз так. Ну, я бабушке. Я говорю, давай как-то поговорим. Она, ну, хорошо. Я ей говорю, давай я тебе буду с получки десятку отдавать. И с аванса. Она, хорошо. Я шла, она знала, когда получки, авансы. Буколька же работал на заводе, на самоварах. Не, ну, сначала не на самоварах работал он. В штамповочном цехе старшим мастером. А потом уже, через сколько-то лет, уже начальник самоварного цеха был, самоварного. Я бабушке, а я иду с работы. Мимо нее я не обойду. Она на калиточке висит, ждет. Я ей подходила, десяточки давала красненькие. Отдала. Еще идешь, десятки это и минус, и все. С голой сракой. Идешь домой. Все голодные сидят, ждут. Так, девочки. Мне кажется, много так жили люди. Да, девочки? Особенно, когда ты один, тебе никакой помощи нет. Еще и всем только дай. Где ты возьмешь? Вот я и мама. У Оли, у Волки. И у мамы мама я была. И у папы мама я была. Я говорю, все разошлись, Оля, ну, ушла туда. В приеме, Сергей в приеме, Волка в приеме. Одна я дома осталась. И поверьте, они им не нужны были. Никому из троих. Только я. Я думаю, вы верите. Каждый жил своей семьей, для своей семьи. А я жила вот так. А они, кто поругался, кто шел, куда? Домой идут. И пошли по новой. Мы все вместе. Бурюкаемся. Ну, они все ж, я не боюсь, Оля может смотреть. Никто никогда ничего никому не принес. Ни маме, ни бате. И батька лежала, он больной сколько. Никто никогда ничего. Можете мне поверить. Вот так, потому что они сами там на птичьих правах были в приемах. Я бы так не смогла. Бегут, бегут. Глянула девочки на них. Подорвались. Только стоит глаза в сторону и уже все. Ну, куда? По времени, да. Но по-другому. Это же они уже, я не хочу называть чье имя, кого они уже ждут. Часыж перевели. Так что вы немножко приходите. Чувства. Девочки, хлебчики. Замечательные. А я знаете, что вчера куда? Вот уж понесла туда в коридорчик хлебинку горячую. Еле донесла. Ой, волка на пороге сидит. Давай текать с порогу. А он не поймет, что я вот это иду и тявкаю, что горячее печет. Он не думал, что это я хлеб несу горячий. Спекла. Я говорю, текай, бы мне так печет. А потом только уже спросил, уже подскочил со ступенек. Говорит, ты что, спекла хлеб? Я говорю, да, я говорю, текай, бы кипяток несу на бумаге, на этой. В одной бумаге, оно ж кипяток. Так я пришла, что-то думаю, чем... И вы же видели, я водичкой вот это. Так я думаю, куда же его замотать, чем накрыть, чтобы он же немножко, знаете, дошел там. Оно ж тогда так и положено. Хорошо, что девочки от Макдональдса пакет не выкинуло. Я вот так люблю вот эти бумажные. Вот я от муки выкидывала, вот только что. А сама рука трусилась. Они ж какие хорошие, спод муки, пакеты эти. Туда что угодно. И сало туда положи, только вы трусите нам это. И сало лучше оно там в бумажном пакете. И хлеб. Они в этих целлофанчиках дурацких. Так я в Макдональдсе, а он такой классный пакет. О, то, что надо. Девочки, два таких хлебчика лежит. Сейчас пойду гляну, мужу уже надо на всю, чтобы курочкой взялся. Слушай, он же легенький. Ну как легенький, девочки, не легенький. Девочки, побрызгала пол вот этим. Ну что, я покупала для ванны, помните, я вам рассказывала. Оно хорошее. Так я только что побрызгала весь пол. Просто намочила тряпку. И вот этой побрызгиванием этим. Сейчас вытираю. Этих выпустила на улицу. Ай, пробздятся, он уже галкает, галкает. Галкает, слышите? Ну и все. У полики. Нохоть зацепляется. Надо сюда пилочку принести. Мне она не нужна. И ногти же не длинные. Просто кругом попротирала весь пол. Оно и пахнет, вот это очень приятно. Вот это заседляет в ванной. И оно плитку хорошо, девочки. Во-первых, и пахнет. И беленький, беленький пол. Я даже не знаю, у меня тут хлорка есть или надо купить. Ну, хлорка никогда лишняя надо купить. Не бывает. Я ее коридорчики помыла. Пока эти выскочили. Ну, как помыла, девочки, просто. Мокрой тряпкой вытерла вот этим моющим хорошо. И в ванной побрызгала пол. А эти гавкают, выскочили на собаку. Боже, точились. На двери поглядывают, с ума сходят. Вы шо? Там же собака. Я даже не знаю, девочка там, чей мальчик. Им какая разница. Им лишь бы погавкать вокруг забора. Помотыляться. Так, все, девочки. Очень вот это хорошее. Гланзен. Гланзен какой-то. Для чистой ванны. Так, девочки, все. Хлебчик сделала на всю. Чтоб корочкой взялось. А вы поняли, красивый. Так, все. Девочки, все перемила. Нема ничего. Нема ничего такого, чтоб мыть. Оболики сразу, девочки. Воздух такой, знаете, сразу встал. Хлорка, хлорка. И это тоже хорошо. Я прям, особенно, вот эти, края, края. Прошлась, пропшакала хорошо. А потом хорошо тряпку. Полу выкрутила ее. И вот это. Размазала, короче. Зарядку зробила. Сейчас хлебчик вытягиваю. И тот запхну. Картошечку сварила. Этот, скажите, супчик вкуснятины. Я только что даже ложечку взяла, попробовала. Мюшки. Такая вкусная. Я люблю гороховый суп. Вот что, что гороховый люблю. Вот. А все. Хлебчик. Сальца. Рыбы вы сами видели. А что еще на картошке, селедка и квашеная капуста? Нафиг тот и суп. Мне, чтобы бульон не пропал. Потому что, что, 3 килограмма костей там кипели. Полная кастрюля. А вот. Я. Горох. Ну и крылышки. Чтоб не было же постный. Кости ж съели. Вот, девочки, какие кости? Верите? Вроде и хорошие. Вроде и мяса много. А сядешь их обрызать, то там дуля. Ну, ничего. Погрызть можно. Ах. Господи. Девочки, вулку. Тоже вот так, знаете, отшиваю его и на месяцы бывало, отшивала. Ну, шо? Бухали вдвоем. Вместе с Сашкой. Разве можно с детьми бухать, девочки? Я при детях, я же говорю, ну, на кладбище, да, пила. Ну, может, ну, может, три глотка водки при Сашику. А при Миши я, наверное, никогда и не пила. Ну, может, шампанское пила. Так уже все взрослые дети, мне неудобно, как я вам говорила. А тут, чтобы ты сыном сидели, бутылку квасили. Я это не понимаю. О, ну, девочки, очень мало на большом этом самом корочке побывала. О, ну, может, уже... Девочки, надо же вытащить, я ее аж через стекло смотрю. Не, ну, я открывала. Смотрела. Ну, а ну, все равно... Ой, девочки, мне так только шаппарвочки. Чуть не осветло. А, девочки, хоре, хоричмок. О, буде, буде, буде беда. Трах-то бедух-то бедух. Та бедах. Я думаю, хваты. Правильно, девчонки? Вот тут что-то мне не нравится. Часа идет. Не сырой он будет. Вот он сейчас спичку возьмет. Ой, не спичку. У меня есть палочки километровые. Сейчас, девочки. Тихо. Вот тут полочка скоро ляпнется. Все, девочки, на соплях кругом. Хоть бы не шибануло на меня. Не вывалилось. Тут что-то мне белое вот это. Не, девочки, нормально, но... Ну, белое. Все сухо, но... Ну, ладно, что мне высушивать его бы. Чтоб он черный был здесь, да, девочки? Вот это, если бы оно вот такое было вот тут. А ну, что там, дно какое. Горячее ж такое. Девочки, все нормально. Вот эти бока немножко расширепались, но ничего. На салфетку возьму. Вчера, девочки, хотела вечером позвонить своему, этому, что я по понедельникам. Что внизу на Кирово. Тоже Саша, кстати. Работаю. Хотела. Думаю. Ой. Можешь сбегать к нему. Просто, девочки, это же моя работа. А вот так потом что-то затягивать, да, потом это же мои руки. Правильно? Им-то все равно, когда позвонить. А потом Оля меня сбила. Говорит, а ну тебе надо, где-то отдыхай. Ой, а я-то знаю, что у меня потом это работа. Ой, а я-то знаю.